ветер сегодня но на улице время полдесятого уже 24 градуса то есть тепло сегодня будет вот классно сейчас пойду одеваться есть чарли гулять на нашем пятачке надеюсь что это осталось блин витроган смотри осталось сколько у нас четверг завтра на пятачке и потом будем надеяться что смогу пойти куда-нибудь с ним по-настоящему погулять потому что знаете домой приходит и бежит за своими игрушками дальше играть потому что он не понимает почему так мало дать они я уже пропылесосила кое-как на балконе потому что ветер дима и тети сидел ел сейчас пока нас не видел ел вот эту палочку сейчас увидел начал чирикать жорик тоже любит пожрать любит пожрать у нашей семье пожрать не любит только чарли это не любит жрать да и он спортсмен тима я сейчас гулять пойдем гулять гулять я уже позавтракала кстати сегодня просто сегодня в планах у меня во первых до помыть вот там-там и сделать хлеб испечь хлеб постовый я пекла альцет есть на канале уже тут около что приготовила нашла вот такие весы у меня есть потому что на роботе все-таки они там как-то скачут и в общем не особо точно вот поэтому достала масло дрожжи из морозилки пока я буду с чарли гулять все это разморозится мне нравится как дрожжи пахнут вообще прям вкусняшка потому что тостового хлеба осталось два кусочка такие вот у нас планы на сегодня помыть и вот здесь все и и хлеб а на обед я буду делать пиццу достала тесто помните я покупала валькампу вчера ночью его достала чтобы она у меня заморозки лежала уже разморозилась сделаю пиццу чтобы мне не соблазниться будет вкусняшка тоже дня три или четыре назад пришло пришла смс-ка что чарли нужно прививку делать в испании прививки собакам обязательно ты даже это но с государственной это присылается смс-ки что нужно делать прививки а там вы уже выбираете какие 20 евро стоит от бешенства вот и 40 евро стоит все остальные ну там всякие руд другие прививки даже если честно не знаю но я естественно моему сладкому зайчику делаю самую дорогую самую хорошую вот но не думаю что она самая дорогая есть конечно разные другие вот и сейчас взяла чарли конечно этому там нужно просить время чтоб тебя назначили а я не сходила в общем не знаю и взяла его паспорт может быть сегодня сделают потому что на следующей неделе я же рабу они работают только до обеда я же работать собралась то есть уже на неделю еще прививка откладывается в общем надо идти и заодно у меня пакетики закончились для какашек и шампунь ему приобрести какой-нибудь так что идем по чарли нам делам на улице жарящим прям уже все несмотря на то что ветер сейчас быстренько сгоняю тут недалеко и домой пиццу делать совершенно с головы вылетела что надо ему прибивку делать машины люди ходят видите ветер ветер ты могуч я уже дома потом сейчас попозже вам расскажу что я сделала сегодня я готовлю хлеб там у меня пара готовится сейчас она приготовится и уже потом пока пицца будет готовиться уже сейчас тесто помните я покупала для хлеба тесто в валькампу вот я его решила изготовить из него пиццу и сказал что пицца должна быть круглой ничего подобного мне будет пицца квадратная сейчас я тесто за минут на десять отправлю в духовку и нарежу всякие ингредиенты вот что есть в холодильнике то и нарежу я тут вот нарезаю очень вкусно ветчина ну вот что это блин за собака давай ему чуть-чуть а он плевал на нее не хочет представляете зажирался полез свежим воздухом дышать загорать такой вот не ест буду дальше резать буду резать буду убить тесто почти выпеклась теперь мы поливаем кетчупом ну или томатной пастой а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И два пирожочка сделала с сахаром Косички такие Попробовать Потому что мне кажется В эту форму слишком много Вот из этого рецепта А вот два еще пирожочка Будет очень вкусно Пицца уже практически готова Я ее буду доставать Пицца готова Будем кушать Всем приятного аппетита Кстати, вот такая она внутри В общем, я решила Я побрызгала уже все внутри Микроволновки И сейчас вот Там наверху беру Вот эту помою Там разберусь Пока Микроволновка будет Отмокать Мой хлеб Обалденный Булки Мы уже съели Там всего две было Одно мне Но мы уже с чаем попили В общем, да Сейчас быстренько Были вкусные С маком Можно повторить Так что вот так вот Руки боятся Как это? Глаза боятся Руки делают Руки Loves Руки 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Посмотрим, что и как. Ну, что-то я слышала, в районе 5 километров можно передвигаться будет. Ну, мне достаточно. До пляжа дойду и обратно. Скажем так, у нас как раз там дороги деланы для того, чтобы заниматься спортом. Еще бы, знаете, какая идея хорошо была бы? У нас как бы идет две части на пляж. Одну бы сделали туда, а другую обратно. И так бы люди меньше сталкивались, мне кажется. Ну, а если что, пойду по полям. Вот такие дела. Но главное, что все наладовалось. И когда работа появляется, мне прям, знаете, прям такая, у меня 20 мая налог платить. Поэтому надо было бы подзаработать. Я не знаю, в этом месяце нам дадут, помощь не дадут. Я вот не знаю. Даже не имею понятия. Посмотрим, поживем, увидим. Кстати, с этой лестницы, а я уже вам говорила, наверное, да, повторяюсь. В общем, да, такие вот у нас дела. Я прям очень порадовалась. Она мне прям позвонит. Оксан, ты можешь прийти? Я у них уже была дома много раз, потому что матери моей клиентки, ей делали операцию на ноге, на коленке. И я к ним домой ходила, уже ее укладывала. То есть я к ним домой, и вам каждый, много раз показывала их, ну, куда я иду, поэтому. У них, знаете, еще что есть? У них есть раковина удобная с этой. Вот как голову мыть. Они специально покупали для матери, которая потом умерла, чтобы вот ей мыть голову. Поэтому у них очень удобно все приспособлено. Так что, так, когда вот все налаживается, настроение поднимается. Еще на улице погода хорошая. Ну, не считая, что ветер все сносит. А так нормально. Сейчас в 6 поеду на работу встречь тоже одного мужчину и его сына. Так что, так вот. Кстати, я вам про Чарли не рассказала. Я сегодня заходила, а зашла в это, в ветеринарную клинику. Говорю, мне тут позвонили, нужно прививку делать для Чарли. Она говорит, да, давайте заходить. Я сделала его паспорт, кстати, Чарлин. Сейчас принесу. У Чарли есть вот такой паспорт. Видите? И вот тут у него, смотрите, какая лапа. Маленький был. Вот. И вот тут у него все прививки. Вот. Это сегодняшние. Видите? Все-все-все прививочки у него с двух месяцев. В общем, да. Поставили прививку. И у него, знаете, на плече, скажем так, на левом, был какой-то, как, я не пойму ничего, жировик, не жировик. Ну, я просто решила, муж говорит, там, это типа яйца от этого, как он называется, от клеща. А он в ошейнике ходит, в специальном от клеща, и просто на нем не может быть клеща. То есть не было ни одного клеща, который присосался бы. И где-то, наверное, уже месяца два, это как бытычка, не бытычка, вдодинка, не быдодинка, не быдодавка. И я думаю, дай-ка я у нее спрашиваю, что это за фигня такая. Я говорю, а что это у него вот такое тут? Вот. Чарли там, конечно, он очень не любит всякие эти больницы. И я всегда на руках. И она ему говорит, давайте мы, может быть, на мордник оденем. Не, говорю, я его на руках возьму. Он говорит, а он вас не укусит в Урмении, а? Язды. И я ему показала, в общем, вот этот вот бдычка, не бдычка, она говорит, наверное, жировик. Просто говорит его это, ну, сами выдавите, да и все. И обработайте этим. Йодом. Ну, короче, вы что думаете-то? Я сейчас выдавила. Муж такой, нет, не надо. Поехали в ветеринальную клинику. Там все сделают. У него уже, он уже в приобретенном состоянии. Он уже там, несите мне что-нибудь, я на это не могу смотреть. А я говорю, держи его. А его даже держать не надо было. А он, знаете, лежит такой, ну, ему не больно там быть. Это, знаете, обычный, как прыщик был. Чарли, бень. Чарли, бень. Бень, чучи, Тома. Он сейчас. Тома. Не хочет думать, что что-то серьезно будет. Бень, ты. Бень. Мини, нютику. Бень, ты. Бень, ты где? Где? Подожди, давай людям покажем, где у тебя был бдыщик. Вот, видите, он тут. Ну, я йодом все намазала. В общем, он даже не понял. Что с ним случилось. Вот. Потому что ему нифига не больно было. Зато муж при доброчном состоянии был. Да? Мой, я рыбой, такая сладкая. Потом я зашла в этот магазин ветеринарный. Бень, баха. Баха к ее инсенью. Купила вот такую бутылку. Она совсем дешевая была. Война какая-то там идет. В общем, вот такую бутылку специальную купила. Сейчас, оказывается, не знаю, без залков не обезаловка. Но мне полиция уже два раза сказала, что надо с собой бутылку таскать. Я с собой пластикую таскала. Это вот удобно повесила. Он на ней висит. А еще пакетики закончились. У меня вот такие. И вот в магазине было, представляете, за 10 евро. Ой, сколько. 24 вот таких вот рулонов. Разноцветные. И там еще к ним вот эта вот штука была. Такой вот, как эта. А 12 штук вот таких пакетиков стоило 8 евро. Вот, поэтому я, естественно, купила за десятку 24. Мне их надолго теперь хватит. Блин, не лезет. А, как она правильно не лезет. Я в машину приготовила. Так что вот так. Я скоро, блин, с собаками. И вообще гулять. Пойдем, наверное, знаете, вот тележку свою покупную. Я буду с собой брать. И пойду гулять вот так. А как иначе? Для себя гель, перчатки, маски для Чарли. Там всякие бутылки, хирилки. В общем, трындец какой-то. Что еще? Вот так вот. Истратила сегодня на собаку 50 с лишним евро. Почти 60 евро. Но он этого стоит. Это же мой мальчик. Мой сладкий рыбка. Так что, если собак к собаке, это не дешевое удовольствие. Кстати, если кто хочет собаку завести. Если мы так вот ответственно подходим к этому. То все, это не дешево. Мне вот этот, помню, один паспорт обошелся. Со всеми прививками. Вот как мы только завели его. Евро 200, а может быть и больше. Потому что там как детям первые прививки. Каждые два месяца, потом две недели. И вот так вот много разных прививок. Как детям, ей-богу. Я в ветеринарную клинику ходила. Как на работу. Так что вот так вот. Такие вот дела рассказала вам. Приехала, в общем, на работу. И решила совместить приязный с полезным. Приятная эта работа. Полезная эта. Поднимаюсь вверх пешком. Вот. Как говорится, спортом немного позанимался. И вы знаете, у нас завтра праздник. Вообще вот эти вот все даты, они все праздничные. В Испании чуть ли не самые главные. Сейчас главное, знаете что? За ту риску не сойти. Вот. Кстати, я вот в этот дом завтра поеду. Ой, не завтра, а в субботу. Так вот, у нас праздник. Просто ветер ураганный. Выйду на улицу, там ветра ураган. И завтра круз создымаю. Майские кресты. И, ну, естественно, никаких праздников не будет. Но я видела, многие балконы украсили. Так красиво. Обратно пойду вам все засниму. Все, я уже долезла до своего верха. Сейчас беру инструменты и иду работать. Продолжение следует... В общем, друзья, план у нас такой. Субботы. В субботу можно будет выходить, заниматься спортом, гулять. Вот. Но с утра мне не волнует, во сколько там. Хотя потом можно для... А, суббота. Это же суббота. А, субботу я в работу с утра. Вот. До 10. До 10, по-моему, можно. До 11. Вот я забыла. Но вечером можно будет гулять с 8 вечера до 11. То есть спортом заниматься можно где ты хочешь, а если просто гулять, то в километре. Не вижу в этом разницы гулять и спортом заниматься. Видите, быстрая ходьба, это же тоже спорт. Я так, в принципе-то, бегом-то не занимаюсь. Я не бегаю никуда. Так, я быстро иду. И с Чарли, мне кажется, можно. В общем, столько вопросов, что фиг его знает. Поживем, в общем, увидим. Главное, что можно. Куда спортом заниматься. В свои поля пойду в субботу вечером. Так что, встретимся с вами в субботу в полях. Представляете, как здорово. Ну, с собакой можно, конечно, какая разница-то. Я так думаю. Но в одиночестве можно спортом заниматься, только если ты один. И там дистанцию соблюдать 4-5 метра. Вот. Так что, вот такие вот у нас пироги. Но в субботу, я говорю, у меня очень много работы. Там целая семья. А в воскресенье уже, наверное, барбекю надо придумать. Так, а суббота у нас будет закрыта или открыта. В общем, вообще, какие-то праздники еще тут нарисовались. Я про них вообще не знала. Я уже забыла совершенно. А завтра 1 мая. В общем, да. В этом году все как с ног на голову. Я уже поела мушмалу. Сейчас пойду в душ. Ногти опять черные от мушмалы. Прям в прямом смысле этого слова. Пойду в душ. Приму. И подумаю план, как я буду гулять. Хотя сегодня, наверное, нормально позанималась. В том плане, что на гору залезла. Ветер стих. Вроде как нормально все стало. Сейчас пойду посмотрю, будет ли ветер в эти дни. Или нет. А с вами буду прощаться. До завтра. Всего самого наилучшего. Здоровья. Всем пока-пока.